Ну, видите, вот сейчас все направлено на то, чтобы вызвать как можно больший сбор урожая. Ну, как они сами говорят, большая жатва. Вот они, вот у них там скрижали были в свое время построены, и все эти, что миллиард останется в Калифорнии, по-моему, в штате, этих скрижали. Ну, их потом взорвали. Ну, и потом, видите, какая штука. Вот война была, которая в 1830 году, ядерная война между севером и югом, потому что там, ну, обнаружили, что, в общем-то, МАГАТЭ, вот я о нем уже говорил, они, в общем-то, определили, что месторождения Африки и Австралии, это с одной стороны были, а с другой стороны, значит, обе Америки, Европа, Азия. Вот ихние месторождения урана, которые имеют свои примеси, ну, типа индекса, да, такого характерного, они вот встречаются на местах взрывов в Австралии и в Африке, да. В свою очередь, значит, все, которые были добыты в Африке и Австралии, они встречаются, вот, ну, у нас эти озер карствуют много, это же остатки воронок, вот, ядерных воронок. Они встречаются, вот, как раз в Австралии и Африке, но они были как раз характерными представителями рабства, то есть там рабовладельчество было, и поскольку война была ядерная, да, их уничтожили практически всех, и они не оклемались, ну, вот, посмотрите, то население, которое в Австралии, да, они же на уровне первого быта общинного строения не поднялись, не смогли подняться, и то же самое в Африке, ну, местное население, оно, хоть и черное, оно не поднялось, вот, и то же самое сейчас хотят сделать у нас на земле, потому что, вот, ну, сейчас вот Запорожское, там, понимаете, что, в конце концов, не мы развяжем войну, я имею в виду, не Украина, не Россия, а вот эта вот структура, которой нужен Гава, что там, по 750 человек, как говорят у нас, погибает во время войны, это каждый день, но для них не много, для них это ничто, им надо массовую гибель, поэтому всё идёт к тому, чтобы через 200 лет, как бы, снова сделать эту ядерную войну, чтобы насытить себя, ну, и потом уже можно было бы спокойно этими богомолами заполонить нашу планету, ну, и, в общем-то, выбросить человечество окончательно с нашей планеты, ну, потому что мы уже признали, что Земля плоская, вот, ну, то есть записали себя, подписали себе приговор на выбрасывание Земли, ну, раз мы неразумны, значит, с нами можно что угодно, ну, с нами, когда условно разумны, можно было что угодно делать, да, но в основном опыты, да, вот опыты, там, всевозможные эти генетические, значит, эксперименты, ну, а сейчас уже можно выкидывать спокойно, убивать спокойно, никто ничего не... Тем более мы подписались, что мы национальность, не народ, а национальность, вот, ну, и поэтому, в общем-то, если говорить о будущем, то у нас будущего на сегодняшний день нет, вот, единственное, что, опять же, та же стимуляция вот этой лавы, которая идет к поверхности Земли, то же самое и Юлстон, который вот-вот взорвется, там пока внутренняя Земля сдерживает, сдерживает, ну, я имею в виду цивилизация, внутренняя Земля сдерживает этот взрыв, потому что там очень мощное магнитное поле создали, которое, ну, наша цивилизация создать не может, но сколько они смогут его продержать, если лава вырвется, в конце концов. Американцы думают, что они там на территории Украины сбегут, да, ну, вряд ли они это успеют сделать. Так что, если смотреть по будущему, ну, с будущим у нас, конечно, напряженка, вряд ли она, вряд ли она у нас радостная. Хотя озвученный прогноз, как правило, не сбывается, но это не значит, что это может не сбыться. Им нужен гава. Вот, поэтому они будут делать все для того, чтобы массово постараться уничтожить человечество. И не только, вот почему вот сейчас вот стали возможны контакты с той же Швабией, да, они же в внутренней Земле живут, с нами не контактят, они нас презирают. И те же цивилизации, которые, в общем-то, живут на тех же планетах, Солнечная система, на их спутниках живут, есть где еще человеческие цивилизации остались, с нами не контактят. Почему? Ну, потому что они подписались на сотрудничество с этой Римской империей, но и им стыдно в какой-то степени, да, они же нас предали землянам, вот, поэтому контактов и с ними, вообще контактов как бы с параллельными-то не происходит. Хотя они вот с внутренней Земли выходят, например, с те же нордики, но мы их так называем, они себя по-другому называют. Вот. И даже у них там завязываются такие отношения интересные, плода половых отношений между мужчиной и женщиной происходят. Но, как правило, они ничем не заканчиваются, потому что люди не могут переехать. Ну, допустим, тот же Тартар, там есть еще города подземные, кстати говоря, периодически их оттуда выкуривают, но, тем не менее, они вновь и вновь возникают. Ну, потому что многие у них, вот эта вот фобия закрытых пространств существует, вот, и они туда не могут пойти. А, в свою очередь, оттуда тоже не могут на Землю пойти, потому что традиции другие совсем, с ума что-то стоит, не каждый сможет жить, естественно. Вот. Ну, в общем, если говорить о будущем, пока, в общем-то, нам, если мы не возьмемся, так сказать, за голову, не начнем активно препятствовать всему этому, ну, в общем-то, говорить о том, что все будет нормально, не приходится. Спасибо. Спасибо.